Иисус или Сатана, кто твой царь? От начала в Божьем народе Бог не дал им царя, а были судьи, пророки и помазанники Божьи. Но люди сами захотели и взяли пример у безбожных языческих народов поставить себе царем человека. И сегодня священники, у которых царь не Христос, а грешный человек, благословляют банду убийц, насильников, мародеров, грабителей, идти и творить преступления в другие народы. Потому что земной правитель приказал им убивать, воровать, насиловать и быть лжецами. Это полное безумие, когда ваш отец дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего, сатаны. Он лжец и отец лжи. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине. И каждому христианину надо определиться, кто твой царь, Христос или Сатана. Иисус настоящий царь царей. Он положил свою жизнь за человечество. Как настоящий пастор, он полагает жизнь за овец. А все остальное это сатанизм. Христос наш пример, чтобы мы были движимы любовью, истинной правдой, а не ложью. Поэтому во всем мире давно уже приняли, поняли эту западню земными царями, и везде произошла трансформация общества. Мировое сообщество приходит больше к свободе, к выборам, демократическим формам правления, где-то в большей, где-то в меньшей степени. Но цари — это забытое прошлое. Потому что в мир пришел настоящий царь царей, Господь господствующих и Бог богов, Иисус Христос. А те, кто учат иному, просто лжицы. Это не священники, не служители Бога, не пасторы людских душ, но они лжицы и сборище сатанинское. Участь всех таких в озере Огненном и также...